Этот вопрос насчет земельного кодекса меня очень сильно задевает. То, что мы за 25 лет отдаем китайцам эти земли, я категорически против. И насчет языка мы тоже язык потеряли, все потеряли, все распродали. И теперь у нас отнимают последний кусок хлеба. Вот я, например, сам гражданин республики Казахстана, не могу получить до сих пор положенные 10 соток земли. Вот у нас покупают в Ильинском районе, хотя бы по 6 соток они разделили, они пишут расписку, что покупают за 350 тысяч долларов. А эти риэлторам всем раздали вот эти земли, они 12 тысяч долларов иди сюда, у них высчитывают прям. Прям говорят, еще долларами несите, зная об этом, что курс доллара растет каждым днем. Ну, как это получается, я как гражданин Казахстана имею право на 10 соток по месту прописки. И наши требования, мы просим, мы просим, если китайцы войдут, мы завтра друг друга не узнаем. Даже я своего соседа не буду узнавать. Если этого китайца, мы хотим еще эти китайские фирмы вообще депортировать на свою страну. То, что китайцы шьют вот эти спортивки, вот эти джинсы, если хотя бы нам восстановили бы эти швейные фабрики, вот эти обувные заводы, бывшие ЖТСУ, мы бы тоже шили бы все это. Для молодежи была бы работа. Ну, вам говорят сейчас по документам, что в Казахстане сейчас самая минимальная зарплата 150 тысяч. Сейчас нигде нету такой зарплаты 150 тысяч. Лично я работаю вот за 70 тысяч, оплатил коммуналку, купил продукты, у меня нету больше ничего. Одеваюсь вот, вот, покупаю вещи, вот одежда на вес, где развесные. Я это не скрываю, не стесняюсь об этом, говоря вам. Надеюсь, что вы решите этот вопрос. И хотя нам в Казахстане вот всего 17 миллионов населения, столько земли пустоши, не то, что 8-10 соток, вот эти, я говорю, даже каждому Казахстанцу можно по гектару землю выделить. Эти же, эти же Казахстанцы те же картошки, помидоры сажали бы. И за счет овощей мы просто так жили бы. А что, нефть, золото, серебро, а мы на запасную собирали бы. Даже покруче, чем эти арабы могли бы жить. Не работая, спокойно, спокойно. Вот, дом, дом. Вы согласны, что гражданские права, право на мирные митинги должно быть разрешено в стране? Да, конечно, разрешено быть. Вчера нас отняли, у нас гражданский кодекс и даже земельный кодекс. Но все у нас отнимают, даже под скорой, если, скоро даже последний кусок хлеба отберут у нас. Мы вообще не знаем, что делать уже, не знаю уже. У меня вот, например, мама на пенсию уже, с 1 марта вышла на пенсию. У нее где-то 500 чем-то тысяч накопления было. Ну, зарплата, правда, маленькая была. Вот 500 чем-то, 10% на налог удержали. Там 15% на экспо удержали. Что это такое, потом что для нее останется? Ну, где мы там, это, правда, скажу я вам, где мама купила участок в Элийском районе, мы за эти деньги только свет провели. И все, больше ничего. А 15% на экспо это кто забирал? Не знаю, вот так говорили, вот единое накопление вот этого пенсионного фонда, есть ли, на экспо удерживают, на налоги удерживают. Вот, осталось и того 300 чем-то тысяч тенге с лишним, с лишним вот. Мы на это всего лишь провели этот свет. А то, что мы не достроили этот дом, подняли к стену, закрыли крышу, окна поставили. Теперь нам надо делать внутренние обделки, наружные обделки, заборы, чтобы нам лицевые счеты оформили. Да, еще, еще вот, когда дома строили, еще говорят там легализация, легализация, вот, легализация, говорят. Ну, это нету никакой легализации, все, вот, едешь в БТ, хоть в ЦОН, документы оформляешь, хоть прописаться, все деньги, говорят, бесплатная медицина, все деньги. Даже я на работу хочу устраиваться, вот 086 справку хочу брать, я там как минимум 4 дня буду ходить, у меня меня то ли туда пнут, то ли туда пнут. И скажут, 4 тысячи тенге дашь, и все, тебе сейчас, прямо сейчас сделаю. Мне пришлось отдавать эти деньги, а я не знаю, кому надо обращаться уже.